Всем привет! Социальная сеть ВКонтакте одна из наиболее посещаемых в Рунете и с помощью нее решаются такие проблемы как личное общение, поиск новых друзей, поиск деловых контактов и партнеров, самовыражение, конечно же развлечений и даже продвижение своего бизнеса и онлайн торговли. Очень часто можно услышать такую фразу, что реклама во ВКонтакте не работает, по объявлениям переходят какие-то школьники, бюджет улетучивается просто вот так по щелчку за одну ночь, а выхлопа и результата никакого нет. И да, так бывает, если вы неправильно понимаете свою целевую аудиторию, неправильно ведете свою группу ВКонтакте и не до конца понимаете все возможности данной соцсети. Мы привыкли с вами к тому, что к слову продвижение всегда приклеивается слово сайт, однако продвигать можно абсолютно любой ресурс, который индексируется поисковыми роботами, будь то многостраничный интернет-магазин, лендинг или же группа ВКонтакте. Страницы в соцсетях или агрегаторах предпочтительнее по нескольким причинам. Во-первых, доверие поисковиков. Google и Яндекс любят крупные сайты. У них, во-первых, хорошее техническое обеспечение, удобный интерфейс и большое количество посещаемых пользователей. Именно поэтому Facebook, ВКонтакте и Одноклассники заслужили хорошую репутацию. Конечно же это простота. В сообществах не нужно лазить в код и что-то изменять в технической составляющей. За всем этим следят программисты самих соцсетей, которые получают за это деньги. Продвигать свою группу, страницу в соцсетях можно только с помощью контента и с этим справится даже любой начинающий новичок в SEO. Ну и конечно же охват. Продвигая сайт или сообщество, есть все шансы вывести на главную 2-3 площадки. Ну и конечно же пользователи больше доверяют тем компаниям, у которых есть аккаунты в соцсетях. И очень часто они предпочитают решать свои вопросы дальнейшие именно с помощью общения в этих соцсетях. Заявить о группе до перехода на сайт это означает повысить лояльность к своему бренду. Меня зовут Алена Полихович и в этом ролике вы найдете пошаговый план от создания сообщества до его продвижения и до всевозможных лайфхаков для продвинутых пользователей. Ну и конечно же первым этапом с чего все начинается вы должны определить свои задачи в социальной сети ВКонтакте, определить задачи и цели собственно вообще своего сообщества. То есть цель это конечный результат, что вы хотите получить, а задачи это мелкие шаги, которые помогут вам достичь конечной итоговой цели. Вы должны продумать чему будет посвящено ваше сообщество, страница ВКонтакте, какие проблемы вы сможете решить своей потенциальной аудитории, какую информацию вы сможете им дать, как вы с ней будете взаимодействовать, ну и вообще кто ваша целевая аудитория. Это первый и основной шаг, который нужно тщательно проработать и где-то себе даже зафиксировать. Так дальше конечно же мы создаем сами сообщества. Вот здесь в сообществах мы видим кнопочку создать сообщество и мы видим, что нам предлагается 6 всевозможных вариантов, которые нам доступны и которые мы можем выбрать. Под каждым из них есть коротенькое описание того, чем они отличаются. Допустим мы видим тематическое сообщество, новости, афиши, развлечения, тематические блоги и СМИ. То есть она подходит для публикации каких-то новостей и соответственно направлена на взаимодействие активные пользователи, которые будут подписаны на такую страничку, на такое сообщество, на их активность. Это основной упор. Дальше бренд или организация, товар, фильм, компания, учебное заведение, благотворительный фонд. То есть это узкая такая тематика, допустим благотворительный фонд, где вы также будете размещать там свои какие-то новости. Группа по интересам. Ну понятно, что она объединит людей, которые объединены каким-то общим интересом. Можно его скрыть приватностью, настройками приватности. Ну и приглашать там например только конкретных участников. Дальше публичная страница или бизнес. Это основной формат, которым остаются группы или публичные страницы. Они конечно заточены больше под формирование бренда и сбора вокруг себя людей, которые лояльны к вашему бренду, которые будут не просто что-то либо у вас там покупать, да, но и как-то взаимодействовать между собой, обсуждать какие-либо новости, новости вашей компании, общаться и делиться контентом. Ну и мероприятие. Оно само за себя говорит, что это какое-то действие, которое подойдет для аккумулирования людей на какие-то определенные действия, то есть концерт, день рождения, выставка, вечеринка, мастер-класс или конференция. Ну то есть допустим вы открываете какую-то выставку, да, она там пройдет какого-то числа, у вас будет какая-то вечеринка по этому поводу, ну или простая выставка, да, вы можете создать такое мероприятие и все желающие люди, которые заинтересованы в этом, они подпишутся на такую страничку на мероприятие. Ну и бизнес конечно для кафе, магазины, фитнес-клубы, банки, кинотеатры и мастерские. После того как вы уже определились, то вам нужно создать свою группу, сообщество или же публичную страницу. Для бизнеса, для его продвижения чаще всего подходит группа или же публичная страница, но в 99 процентов из 100 вам понадобится публичная страница, просто группы они больше направлены на общение людей внутри этой группы, а публичная страница больше направлена на информирование людей о вас, о ваших товарах, услугах, там каких-то статьях и так далее. Вы выбираете, выбираете например название пишите, допустим, я пишу продвижение сайта, выбираете тематику, здесь вот перечислена куча и животный, интернет, вот есть веб-студия, объявления, программное обеспечение, красота и здоровье здесь есть, то есть ну как бы нормально тут выбрать можно тематики, ну и конечно вставляете свой сайт. Нажимаете на галочку я прочитал и согласен с правилами и нажимаете на кнопку создать сообщество, если же вдруг окажется так, что вы прогадали и например выбрали группу вместо публичной страницы или же там наоборот и спустя какое-то время поняли, что нет все-таки вам нужен другой тип сообщества, вы всегда можете его поменять, но помните о том, что вслед за этим последуют некоторые ограничения, чтобы поменять например я хочу поменять публичную страницу, перевести ее обратно в группу, то вот здесь вот внизу есть с правой стороны есть перевести в группу и вот вы видите если я нажму это, то вот здесь вот будут сразу прописаны все ограничения, которые за этим последуют, у подписчиков пропадет возможность предлагать новости, предложенные новости станут записями на стене сообщества, встречи созданные от имени сообщества будут отображаться в блоке мероприятия, вскрыть этот блок будет нельзя, администраторы которые отпишутся от публичной страницы будут добавлены в участники группы, и вот внизу еще пишется, что вы сможете перевести страницу для которой являетесь владельцем не чаще одного раза в 30 дней, так что обязательно учтите вот эти маленькие нюансы, прежде чем создать страницу или же перевести ее в другой статус, после этого вам конечно нужно создать описание своей страницы, помните что у публичных страниц индексируются поисковыми роботами, поэтому создавайте описание страниц, с помощью которого ваши потенциальные клиенты смогут быстро и легко вас найти, и то же самое касается кстати название вашей страницы или группы, обязательно называйте так чтобы это было как и вашим основным ключом и сразу же отдавало основное понимание того чем вы занимаетесь, ну то есть грубо говоря если вы продвигаете сайты, то там назовите продвижение сайтов, или там грамотная раскрутка сайтов, или там продажа айфона, ну в общем что-то о чем вас говорит, находится эта функция с правой стороны в управлениях в настройках и вот здесь вы прописываете свое название, свое описание сообщества, выбирайте тип группы какая она у вас будет, открытая то есть туда могут все вступить, закрытая туда могут вступить естественно по заявке или же приглашению или же частная группа куда можно попасть только по приглашению руководителей, обложку сообщества выбираете она должна быть естественно качественной красивой без всяких там мили пикселей каких-то она будет отображаться на всех платформах вы можете разместить до 5 больших видео и фотографий в обложке своего сообщества которые будут переключаться автоматически и это называется живая обложка вот здесь вы можете нажимая на плюсик вам откроется естественно сразу меню и вы можете там выбрать свою картинку если у вас такая есть здесь по техническим характеристикам разрешение 1080 на 1920 длительность должна быть не более 30 секунд размер файла до 20 мегабайт ну это все касается именно живой обложки и вот здесь есть галочка которую можно выбрать можно снять показывать фотографии в движении что это значит вот здесь можно нажать на знак вопросы здесь откроется меню то во время приближения во время просмотра фотографии будут приближаться или же можно отключить если вы выбираете изображение с текстом вот как у нас например и здесь можно загрузить новую обложку либо же редактировать обложку поменять ее как-то растянуть как вам нравится естественно адрес сообщества прописываете это ваша ссылка и зачастую многие просто не обращают на это никакого внимания вот то что она там допустим сгенерировалась вот как вы здесь я вам покажу да какой-то там паблики огромный номер вот так зачастую часто и оставляют это неправильно лучше выбирать адрес своего сайта чтобы ваше сообщество было связано напрямую с вашим сайтом ссылка сразу все было понятно что это именно ваш сайт такой и ваша группа вот такая здесь вы можете даже создать наклейки для вашего сообщества вот такое огромное поле открывается это будет фирменная наклейка в контакте для вас вы можете скачать макет распечатать в типографии и повесить естественно эту наклейку например на свое заведение если у вас кафе или же какой-нибудь там магазин да или там какой-нибудь клуб спортивный танцевальный она вот в таком виде где-то будет приблизительно вам показывается и вы можете также такая милая дополнительная функция можно верифицировать свой аккаунт который будет со значком для этого вы вот здесь можете подать заявку вы должны быть создателем сообщества у вас должна быть включена функция подтверждения входа тип сообщества открытая группа или публичная страница в сообществе должна быть установлена фотография заполнено описание и сообщество должно быть создано больше трех месяцев назад и в сообществе должно быть больше ста участников здесь можно посмотреть как правильно заполнить заявку и после этого подать заявку на рассмотрение после того как вы вот здесь все заполнили основную информацию вы нажимаете на кнопочку сохранить внизу у вас здесь есть кнопка действия которая поможет людям выполнить нужное вам действие ее можно отредактировать в любой момент ее можно отключить вообще если вы хотите тип действия вы здесь выбираете то есть написать на почту позвонить по телефону позвонить вконтакте открыть сайт открыть мобильное приложение или открыть приложение сообщества прописывайте свою электронную почту если вы выбираете написать на почту или же номер телефона если вы выберете например позвонить и называете кнопку связаться написать и задать вопрос внизу есть дополнительная информация вы выбираете здесь тематику сообщества что это возрастные ограничения ставите если они нужны здесь можно почитать подробнее об ограничениях прописывайте свой сайт телефон страну город адрес и можете прописать допустим дополнительно twitter нажимаете на кнопку сохранить и естественно вот здесь еще с правой стороны есть целая огромная куча настроек где в разделах вы можете выбрать все ограничения то есть фотографии видео отключить ограничить аудиозаписи там отключить или ограничить ну то есть допустим если вы оставляете открытые аудиозаписи то все участники сообщества могут добавлять аудиозаписи если они ограничены то сможете добавлять только вы или же администратор редакторы группы ну или же совсем отключаете то есть здесь вы выбираете под себя все что вам подходит выбирайте свой регион комментарии выбираете их вы можете также убрать валюту конечно же тип кнопки контакты для связи и так далее вот здесь поле там комментарии точно также выбирайте настройки то есть можете вообще запретить комментарии либо же включить фильтр нецензурных выражений или же включить фильтр по определенным ключевым словам их вы сюда перечисляйте через запятую и такие конечно если будет такой ключ кто-то такое напишет то конечно это включится сразу фильтр и такой комментарий не пройдет меню ссылки истории то есть ответы на истории то допустим у нас включены можно отключить денежные переводы рекомендации то есть вот здесь с правой стороны вы полностью заполняете всю информацию конечно же дальше оформите визуальную часть группы это и аватар полностью визуальную часть потому что это очень важно это формирует мнение потенциальных клиентов посетителей о вас так что обязательно этому уделите внимание конечно если вы не можете прямо сейчас потратить кучу времени на это вы можете это делать постепенно или сделать это чуть позже но не откладывайте это и выберите хотя бы себе аватар как бы главный который сразу говорит о вас о ваших преимуществах и не забывайте что качество изображения сжимается и падает при загрузке во вконтакте так что выбирайте хорошее изображение после того как вы создали хотя бы там парочку постов в своей группе да то не забывайте воспользоваться вот такой волшебной кнопочкой рассказать друзьям она находится с правой стороны там же где и управление и настройки так как это поможет вам добиться хотя бы первого числа подписчиков конечно же просите своих друзей рассказать своим друзьям о вашей странице также вы можете писать личные сообщения с просьбой подписаться на вашу группу или страницу но естественно не будьте навязчивыми и соблюдайте лимиты также на своей личной странице обязательно укажите сайт именно свой сайт и сайт группы также можете указать если у вас нет просто именно конкретного сайта это также поможет вам добиться дополнительных фолловеров которые заинтересовались например вашей личной страницей когда они попали на конкретно ваш профиль и они увидят в сайтах вашу ссылку на страницу в вконтакте например возможно их заинтересует возможно они перейдут и подпишутся на нее и есть еще место работы которое вы также можете указать на своей личной странице указать место работы я имею ввиду указать свою группу сделать это очень просто вы выбираете в основной информации редактировать вот здесь вот в карьере место работы сразу выпадет первым ваша страничка которую вы можете выбрать и нажать сохранить следующий этап это конечно же публикация интересного контента это собственно один из основополагающих факторов успешности вашего комьюнити и успешного его продвижения здесь все только благодаря контенту он должен быть уникальным интересным контента вконтакте как вы понимаете как и в любой другой соцсети предостаточно конкуренция огромная поэтому вам нужно серьезно настроиться на серьезную конкуренцию и делать действительно качественный контент уникальный контент и интересный контент и конечно же нужно учитывать что это все-таки соцсеть нужно учитывать интересы аудитории которая здесь сидит ее настроение и даже психологию можно так сказать нужно публиковать действительно ценный контент который действительно будет ценным важным интересным уникальным будет приковывать к тебе взгляды даже если вы продаете там супер дорогие услуги там да или какой-то супер дорогой товар вы там позиционируете себя как класс люкс там что-то такое сверх солидное что-то то все равно вы должны понимать что если вы делаете это во вконтакте то вам нужно учитывать эту аудиторию и получать эмоциональный отклик без этого никак ведь вконтакте он кишит всеми мемчиками которые только возможно пабликами поэтому вам нужно это понять и как бы использовать это плюс конечно используйте если вы используете видео то используйте именно видео с субтитрами как показала статистика и практика то вот такие видео они получают гораздо больше отклика чем видео без них ну и конечно же не забывайте о планировании лучше всего подготавливать какой-нибудь контент план и вести его в удобной для вас форме возможно использовать какие-либо сервисы в общем как вам удобно главное иметь этот контент план на ближайшее время и придерживаться его также используйте редактор статей если хотите написать какую-нибудь статью какую-нибудь публикацию еще в 2018 году вконтакте предоставил полноценный редактор статей чтобы в него перейти вот здесь нужно нажать на буковку т он интуитивно очень простой и понятный в сам делает отступы как нужно и в принципе ну с помощью этого редактора когда вы публикуете статью то ее очень удобно читать на различных мобильных устройствах с разным расширением экрана и присутствует даже ночной режим вот здесь черновик сохранен здесь вы можете сделать доступ по ссылке создать что-то поискать публикацию вот здесь можете загрузить изображение к примеру а если у вас какой-то там есть и статья вот здесь будет сохранена доступно по ссылке и вот здесь можно выбрать галочку показать автора и нажать сохранить также не забывайте делиться историями конечно истории больше подходят для личных профилей нежели для пабликов и публичных страниц однако в 2017 году администрация вконтакте решила запустить формате тестирования истории для сообществ а в 2018 году уже полноценно можно использовать истории в сообществах где насчитывается от 10 тысяч человек если у вас личная страница то вот здесь где новости есть лента истории где вы можете их просмотреть с любого устройства или же загрузить свою историю ну и также конечно с мобильного приложения можно это сделать историями пользоваться нужно потому что даже если у вас там группа сообщества не насчитывает 10 тысяч человек и вам недоступны истории у вас есть личная страница где вы можете поделиться историей и если вы указали как я говорила ранее место работы свой паблик вконтакте то соответственно ваши подписчики они будут видеть эти истории и соответственно это будет привлекать больше внимания к вашему паблику так что обязательно используйте истории также очень удобно юзать такую функцию как таймер то есть как отложенная публикация то есть вы можете вот перейти допустим что-то вы здесь пишите да и вот здесь с левой стороны внизу вы можете видеть там где тематика вот здесь сейчас и здесь вы можете запланировать дату своей публикации там например 29 июня там в 10 утра к примеру вы можете это запланировать и все у вас будет запланирована публикацию и вы нажимаете там в очередь и она именно появится в отложенных и когда наступит эта дата этот день это число время то все само автоматически запустится так что очень удобно это использовать юзать юзайте ну и конечно можете обратить внимание на всякие сервисы отложенных постингов они также очень хорошо помогают вам при планировании вашего контента но если пока что вы еще в этом всем не разобрались не знаете нужно вам или нет или вам там нужно только там маленькие публикации какие-то планировать с отложенным постингом то можете использовать вот этот вот отложенный таймер и непосредственно встроенный в саму стенку вконтакте также конечно вам нужны будут постоянно новые идеи для вашего контента поэтому обязательно все что вам пришло на ум где-то записывайте устраивайте всевозможные мозговые штурмы со своими коллегами следите за своими конкурентами что интересного постят и они как бы следите вообще за миром новостей что вы можете из этого использовать и обязательно мотайте себе это на уст так скажем берите на вооружение и обязательно будьте сами в курсе чего-то новенького и предлагайте своей своей аудитории тоже что-то интересное и новое конечно же не забывайте актуализировать и улучшать уже созданный вами контент допустим вы писали там в прошлом году какую-то статью по там топ 100 крутых сервисов там для чего-то да и возможно в этом году эту статью имеет смысл немного переписать актуализировать и уже появилось не 100 там а 50 всего лишь сервисов или наоборот 200 сервисов поэтому обязательно всегда отслеживайте весь материал который уже у вас есть и старайтесь его актуализировать со временем также не забывайте привлекать к созданию контента профессионалов что это значит кто-то может нанять в свой штат там например а какого-то копирайтера который будет вам писать классные статьи по вашей теме кто-то будет сотрудничать с фрилансерами а кто-то в силу своей сферы работы будет возможно искать всякие возможности интервью со звездами медийными личностями блогерами то есть здесь это обширный такой пункт скажем так но факт остается таким что вам контент нужен качественный он должен выделяться на фоне конкурентов поэтому обязательно нанимайте профессионала в зависимости от ваших целей от вашего типа бизнеса но не занижайте этот пункт скажем так обязательно обращайте на него внимание стимулируйте также своих подписчиков пользователей создавать контент то есть сообщите им что с помощью функции кнопочки предложить новость они могут предлагать свои новости которые конечно же должны будут пройти вашу модерацию и конечно же вы будете публиковать только релевантные и интересные новости и звучит конечно это не самой легко выполнимой скажем так функции здесь нужно поработать над этим но такой пунктик тоже возьмите себе на заметку конечно не забывайте стимулировать пользователей комментировать ваши публикации то есть создавайте всевозможные опросы создавайте вопросы советуйтесь с аудиторией спрашивайте их мнение создавайте посты которые хочется и нужно комментировать и сами комментируйте в релевантных площадках группах также посты и не бойтесь самое главное ошибаться это нормально и под ошибками я имею ввиду не грамматические ошибки да там неправильно написание слова какого-то или запятой нет я имею ввиду факты какие-то возможно это нормально если вы действительно ошибетесь тем более что такая ошибка она будет провоцировать наоборот на увеличение комментариев то есть всегда найдется кто-то кто знает лучше или у которого человека другая точка зрения но наоборот вам это просто в плюс это всего лишь позволяет и посмотреть на ситуацию под другим углом как бы но и увеличивает количество комментариев также вот здесь с правой стороны вы видите обсуждение вот используйте них для того чтобы люди между собой сами общались и также общайтесь сами с ними и вы стимулируйте их чтобы они задавали какие-то вопросы возможно давайте какие-то бесплатные консультации или там ответы на какие-то вопросы ну все что угодно все что придумает ваши фантазии лишь бы это работало лишь бы люди начинали как-то активно общаться а задавать вопросы делиться своим опытом каким-то и вы соответственно принимали тоже в этом участии отвечали на какие-либо вопросы например там можно не знаю какие-то там перечислить самые распространенные ошибки там с вашим сайтом что-то в таком духе главное чтобы это было релевантно вашей теме теме вашего сообщества конечно и чтобы вы не оставляли неотвеченными сообщения такие пользователей создавайте интересные группы и сообщества где людям будет интересно находиться интересно что-то обсуждать если вы соберете действительно крутых единомышленников в свою группу то поверьте вам даже не придется практически создавать контент все за вас будут делать ваши подписчики а вам просто останется наблюдать следить за модерацией не допускать явную рекламу конечно же и какие-нибудь там оскорбления и как бы на этом все поэтому ваша цель создать такое ламповое уютное сообщество где каждый пользователь найдет для себя что-то интересно ему захочется его посещать и что-нибудь писать также прибегайте к таким хитростям как предлагайте своим пользователям снимать какие-то например обзоры или же распаковки за которые они будут получать свои определенные плюшки например интернет-магазины могут смело предлагать там снимать распаковку какого-либо товара или там видео отзыв на товар и лучшие из них там будут получать например скидку на следующую покупку к примеру и устраивайте всякие вот такие вот штуки которые будут стимулировать людей точно также создавать какой-то контент какое-то взаимодействие в группе ведь это очень очень важно и если ваша группа будет очень интересно пользователям то они сами будут в ней очень активны и за активностью будут подтягиваться новые люди и это вот будет нарастать такой как снежный ком в хорошем смысле этого слова есть еще один способ как набрать подписчиков подходит не всему типу бизнеса и он не совсем как бы легко выполнимый скажем так речь идет о публикации актуального видео контента то есть вы должны знать чем интересуется ваша аудитория допустим у вас там кафе какое-то да или ресторан или там группа просто по кулинарии да и вы знаете что ваша аудитория любит смотреть всякие там телевизионные шоу связанные с кулинарией да и как бы обычно такие люди очень часто ищут последние выпуски телевизионных шоу и часто ищут их в соцсетях точно также и вам нужно просто договориться и официально как бы залить эти видео что очень сложно либо сделать это пиратским способом чего я конечно не рекомендую делать и таким образом у вас будут последние актуальные видео людей это будет заставлять подписываться потому что они нашли то что они искали и нашли это только у вас вы они просмотрели видео которые хотели они знают что вот в этой группе всегда все свеженько актуальненько можно посмотреть и таким образом увеличится количество подписчиков на вашу группу также конечно же уделяйте внимание статистике без этого никуда анализировать эти данные нужно чтобы делать себя свой контент лучше вот здесь на странице сообщества с правой стороны как обычно есть статистика при нажатии на которую мы переходим в статистику и где нам доступен в общем обзор такой кратенький да и здесь есть охват посещаемость активность сообщения сообщества и записи а вы можете как выгрузить статистику вот здесь вы можете выбрать данные за 7 дней за 30 дней за 90 за 180 либо же указать свой период здесь посещаемости уделяйте особое внимание потому что она показывает вам просмотры и уникальные посетители вот здесь тоже вы также можете увидеть среднесуточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней а также можете выбрать по дням неделя месяцам в зависимости от этого диаграмма будет меняться внизу есть пол и возраст которому стоит также уделять особое внимание и конечно география вот здесь есть пользователи откуда они чаще всего здесь вы конечно можете для удобства выбрать виде графиков показывать также сутки сутки неделя месяц все время и конечно же устройства с каких устройств чаще всего просматривают ваша аудитория вашу страничку также вам нужны будут данные об отписавшихся подписавшихся об переходах пользователей тех кто вступил в вашу группу и так далее здесь есть источники переходов здесь вы можете просмотреть участников вот в такой диаграммке есть еще просмотры разделов вот здесь внизу выводится обсуждение видеозаписи документы товары можно это все посмотреть и так и вверху вот здесь более подробно активность например можно увидеть уведомление о новых записях в сообществе здесь все количество человек которые получают эти уведомления о новых записях обратная связь вот мы видим что на графике учитываются действия пользователей на стене или страницы вашей группы и дальнейший путь вашей записи то есть если пользователь размещает ссылку на запись у себя на странице при помощи функции рассказать друзьям то реакция других пользователей на такую копию также будет учитываться и отображаться в этом графике активность здесь доступна нажатие на кнопку действия также можно просмотреть переходы по ссылкам из информации о сообществе также доступно краткий обзор всего то есть мы увидим сколько уникальных посетителей было в день можно перейти сразу на этот график контакт с пользователями также можно посмотреть полезно если то есть на обзоре это краткая статистика всего вот в охвате посещаемости активности здесь уже более расширенные данные так что обязательно используйте эту статистику это очень важно если вам недостаточно обычного стандартного функционала вконтакте по статистике например то всегда можно воспользоваться подчеркну сейчас бесплатными утилитами которые помогут вам в продвижении вашего паблика так например я хочу вам показать программку all social которая показывает вам сообщества которых можно купить к примеру рекламу она сразу показывает вам и подписчиков сообщества и их охват посетителей прирост который это даст и стоимость вот здесь вы можете с правой стороны выбрать себе допустим аудиторию приблизительно сколько вам нужно период который вас интересует там месяц день неделя тип это либо все либо конкретно группы либо конкретно паблики статус группы можете например выбрать закрытые или открытые официальные например только или же паблики выбрать тоже точно также официальные можете показывать галочку показывать позицию и вот здесь вы можете выбрать например категорию к примеру вот бизнес да выбираете и она показывает вам здесь все сообщества которые по вашим критериям были найдены и здесь можете посмотреть либо вы можете конкретное сообщество вот в поиск вбить если вы знаете какое-то сообщество в котором хотите разместить рекламу да то можете вбить его и посмотреть там например что у него там по статистике также можно посмотреть здесь изменения которые произошли в сообществах администраторы сообщества можно также здесь вывести кто это то есть кому вам сразу напрямую писать и также здесь эта программа позволяет это сделать не только с контактом но и с тик током и даже с телеграммом вот здесь конечно вы нажимаете с правой кнопочку войти если хотите войти с помощью своей соцсети так что берите на заметку очень такое неплохое приложение а самое главное абсолютно бесплатное также есть приложение сравнения групп которая сравнивает аудитории сообщества можете запустить это приложение и она поможет сравнить аудиторию двух сообществ и вычислить процент общих пользователей это также поможет вам для оценки охвата одновременной рекламы в двух или поле сообщества еще есть такое одно предложение которое называется дерево репостов с его помощью вы можете посмотреть тех пользователей которые делятся вашими записями или например конкретно какой-то вы указываете ссылку на исходный пост и нажимаете просто начать она попросит разрешить доступ к вашей информации и будет искать кто поделился там конкретной записью или целым сообществом и так далее так что можете использовать его тоже если для вас это важно и нужно и все эти приложения напоминаю они абсолютно бесплатные если вам важно узнать список людей которые вступили или же отписались от вашего сообщества то также рекомендую использовать приложение дезертир который покажет вам кто покинул вашу группу кто вступил в группы конкурентов например кто это приложение круглосуточно просто будет записывать все ваши данные также есть и другие приложения которые помогают следить за активностью в сообществе например приложение модератор он делает вам оповещание в личные сообщения где вы сможете сразу получать уведомления о новых событиях кто оставил комментарий кто отписался кто вступил в группу кто отправил сообщение вам то есть в принципе такая удобная штука которая показывает вам и предложенные записи новые комментарии и если у вас огромное уже сообщество да оно очень активно и вам нужно это все отслеживать и вы же не будете постоянно заходить вконтакте да там с браузера или даже с приложения а вот такие приложения они помогают сократить количество времени и как-то все оптимизировать весь этот процесс также не забывайте рекламировать свою группу на корпоративном сайте если у вас такой есть создайте виджет как это выглядит вот здесь и таким образом это будет побуждать потенциальных подписчиков подписываться вступать в вашу группу а вы можете играться с местоположением этого виджета с его настройками как он выглядит но обязательно попробуйте протестировать такой метод также упоминайте свою страницу например в почтовой рассылке в рассылке для email например в шапке можете использовать а ссылку на свою страницу во вконтакте это также дает дополнительный прирост вашей будущей аудитории к вашей странице также используйте в шапке сайта вообще и в там странице контактов а используйте вот эти значки переходов на ваши соцсети вот например и как здесь на странице мы в соцсетях значок инстаграмма фейсбука вы же если ведете вконтакте страницу то добавляйте естественно дополнительно еще значок вконтакте также вы еще можете дополнительно использовать подпись в подписи и через email ссылку на свою страницу в вконтакте это находится с правой стороны в настройках и вот здесь вот прокручиваете до подписи нажимаете на плюсик создать и там пишите там с к примеру страница окей страница вк вставляете отображаемый текст и url и нажимаете ok и вот так будет теперь выглядеть ваша подпись при клике на нее вы попадаете на страницу вашего паблика вконтакте также используйте опросы в своем паблике люди очень часто и охотно принимают в них участие все это повышает конечно вовлеченность и активность на вашей странице чтобы использовать опросы вот вы выбираете напишите что-нибудь вот здесь еще кнопочка и опрос тема опроса например пишите что вам нравится больше из нашего к примеру варианты ответов прописываете и появился фон можно выбирать различный фон опроса что делает просто более эстетичным его и здесь выбираете настройки опроса анонимный опрос выбор нескольких вариантов например запретить отмену голоса ограниченное время голосования можете поставить если вы выберете анонимный опрос то как правило по статистике люди чаще всего любят принимать участие именно вот в таких анонимных вопросах потому что они не всегда хотят чтобы большинство людей общественно знали их конкретное мнение ну так уж устроен человек поэтому эта галочка помогает вам добиться большей вовлеченности в ваш опрос вообще вот в такое взаимодействие и конечно вы тоже можете запланировать эту публикацию как я уже ранее говорила существует таймер для всех публикаций либо выбрать его конкретно сейчас и можете выбрать тематику этого опроса и как бы все также не забывайте добавлять полезные ссылки на свою страничку сообщества она находится вот здесь с правой стороны это может быть все что угодно ваш корпоративный сайт или же определенные товары или же там например на страничку цен или на страничку услуг ну в общем все что угодно вы здесь можете их редактировать а чтобы создать с нуля то вы заходите в настройки как обычно в управлении и вот здесь есть ссылки и вот здесь вы можете добавить ссылку вставляете адрес ссылки или же редактируйте уже существующую ссылку ну и также как я уже немного обмолвилась в начале этого видео про обсуждение используйте их создавайте вот здесь они с правой стороны есть создавайте их и конечно это не так просто как покажется на первый взгляд без постоянного контента анализа создания чего-то без вашего постоянного влечения в это все дело как бы ничего такого активного происходить не будет поэтому обязательно продумывайте стратегию что как вы будете писать какие обсуждения создавать главное это привлечь людей чтобы они как можно больше чаще что-то там обсуждали спрашивали делились ну и конечно вы не стоите в стороне обязательно отвечайте на вопросы ваших пользователей не забывайте также опубликовать ссылочку на вконтакте на обложку свою в youtube вот здесь это с правой стороны вот так выглядит ну вообще естественно перечисляйте все соц сети в которых вы зарегистрированы ваша компания зарегистрирована которую вы активно используете ну так как мы говорим сейчас с вами именно конкретно а вконтакте то я говорю о нем обязательно не забывайте его вставлять вообще вставляете иконку вконтакте там фэсбука instagram во все что вы используете во всех связанных между собой вот этих экосистемах то есть ваш сайт ваш youtube ваша страничка вконтакте ваша страничка фэсбуке телеграмме и так далее то То есть пользователи, которые сидят в одном месте, должны видеть, что вы есть там в другой соцсети. Возможно, они заинтересуются, перейдут и подпишутся и туда тоже. Также разыгрывайте все возможные призы среди ваших подписчиков, создавайте конкурсы. Это работает до сих пор, как ни странно, как и в Инстаграме, так и в ВКонтакте тоже это используйте. Призы могут быть какие угодно, от чашки с логотипом вашего бренда до бесконечности различных вариантов идей. Все, что вы хотите, все, что вам позволяет ваш бюджет. И вы можете использовать вот этот вот менеджер конкурсов, это приложение, с помощью которых вам будет легче управлять конкурсом и выбирать победителя. Здесь вы можете организовать конкурсы, как угадать число, случайный пользователь и отправлять сообщение победителя о том, что он выиграл в этом конкурсе. Конкурсы позволяют, конечно, привлечь как новую аудиторию, так и расшевелить вашу уже существующую аудиторию. Конечно, не стоит ограничиваться всего лишь всякими скидками и там бесплатными призами, потому что, конечно, в таких конкурсах приходит достаточно весомая, я бы сказала, доля посетителей, которые любят просто халяву, да. Им абсолютно неинтересно ваше сообщество и активными пользователями они навряд ли станут после того, как закончится ваш конкурс. Поэтому продумывайте какие-то такие призы, возможно, что-то-нибудь такое интересное, связанное с вашей тематикой, с вашим бизнесом, что-то, что будет приносить пользу не только подписчикам, но и вам в том числе. Возможно, вы будете разыгрывать или дарить какой-нибудь мерч вашей компании, которую будут репостить потом победители и, соответственно, таким образом это уже будет более вовлеченная как бы аудитория, потому что на бесплатный айфон придет множество людей, а вот там, не знаю, на какой-нибудь там сертификат по курсам, да, придет гораздо меньше людей, только в основном заинтересованные. Также разрешите, например, подписчикам загружать фото их личные, да, и это тоже будет как бы разогревать аудиторию. Ну, конечно, это подойдет не всем типам бизнеса, понятное дело, но, например, если вы что-либо продаете, там, например, сумки или часы или еще что-нибудь, ну, все что угодно, да, и пускай пользователи, которые покупают ваш товар, они выкладывают фотографии с вашим товаром. И это будет побуждать и к лайкам, и к комментариям, к обсуждениям, как бы, поэтому, да, используйте такой прием, если ваш тип бизнеса это позволяет сделать. Также не забывайте устанавливать релевантный статус страницы, он находится вот здесь, здесь еще можете выбрать смайлики, конечно же, эмоджи и нажать сохранить кнопку. В статусе вы можете прописать, например, какой-нибудь конкурс, да, там, типа, внимание, конкурс или что-нибудь такое, или там у вас акции, скидки или распродажи, именно сейчас вы также можете это все вбивать в статус своей группы, чтобы это сразу бросалось в глаза. Конечно, не забывайте опубликовать развлекательный контент, ведь это, собственно, основное, зачем здесь сидят пользователи, поэтому не стоит ограничиваться сухими статьями, какими-то сухими данными, не брезгуйте пользоваться смешными видео, всякими мемчиками, потому что это, как бы, основа пользователей ВКонтакте. И обязательно снимайте всякие разнообразные, интересные, смешные, полезные видео, короткие они будут, или же, там, не очень, чуть средней длины, как бы, потому что видео очень-очень даже хорошо заходят. Ну, и, конечно же, просите сами свою аудиторию делиться вашими публикациями, даже банально написать, там, репост приветствуется, да, уже, как минимум, вы попросили аудиторию репостнуть, и, возможно, кто-то даже это и сделает. Ну, конечно, это самый банальный способ, там, репост приветствуется, вы можете придумать всякие интересненькие лайфхаки, как-нибудь, там, это закрутить, очень интересно, чтобы человеку именно захотелось репостнуть ваш контент. Конечно же, уделяйте внимание визуальной привлекательности вашего контента, потому что пользователи в новостях, в новостной ленте видят тысячи всевозможного контента, от всевозможных пабликов, на которые они подписаны, от простых людей, от простых друзей, и во всем этом можно просто утонуть, и чтобы ваш пост действительно бросился в глаза, на нем захотелось заострить внимание, остановиться, он должен привлекать внимание. То есть, обязательно смотрите то, как это смотрится визуально, выделяется это среди всех или нет, и пользователь просто проскроллит ленту дальше. Конечно же, используйте провокационные заголовки, потому что заголовок должен быть кричащим, ярким, на него хочется кликнуть и прочитать вашу статью. Прикламируйте вашу страницу в офлайне, то есть, если вы делаете какую-то полиграфию, например, визиты, брошюрки там всевозможные, или там, какие-то чашки, продаете, что угодно, обязательно используйте там возможность написать ссылку на, или QR-код на свою страницу, чтобы была возможность дополнительно привлечь к себе подписчиков. Следующий пункт, это, конечно, подходит не всем, не всем страницам, не всем типам бизнеса, но возьмите на вооружение, это, например, поздравлять подписчиков с днем рождения, или там, поздравлять конкретно женщин, да, с 8 марта, или там, мужчин с 23 февраля и так далее. Это точно так же помогает вам наработать лояльность вашей аудитории. Можно это делать даже с помощью специальных сервисов. Также просите авторитетных экспертов расшарить ваш контент, то есть, договаривайтесь с лидером мнений в какой-либо отрасли, чтобы они пропиарили ваш паблик и конкретно вас. Ну, конечно, как вы будете договариваться, это уже ваше дело, то есть, на какой-то бартерной основе, за деньги и так далее. Но, поверьте, вот лидеры мнений, конечно, принесут вам огромное количество переходов и подписчиков. Также лучшие посты лучше всего закреплять, или же продумать специально пост один, да, который будет закрепленный. Вот, как, например, у нас, у нас есть запись закреплена, потому что там мы ищем, например, автором в наш блог, к примеру. Чтобы закрепить любую запись, нужно достаточно нажать вот на запись, вот внизу такая галочка с правой стороны, и вот есть функция закрепить. Нажимаете на нее, и все, вуаля, запись закреплена. Также участвуйте в дискуссиях других сообществ, да, пишите комментарии для того, чтобы подтвердить свою экспертность в этом мнении, да, и привлечь к себе новых пользователей. Но здесь нужно быть аккуратным и помнить о том, что люди, конечно же, активнее начинают общаться именно с другими живыми профилями, живыми людьми, нежели чем с аккаунтом, там, не знаю, стройматериалов, к примеру. Ссылайтесь также на свою страницу в соцсетях, в релевантных публикациях, на своем сайте, к примеру, на своем блоге. Допустим, вы пишете статью про соцсети, да, и можете сослаться на свою собственную соцсеть, к примеру, в том же ВКонтакте, потому что ссылки должны быть релевантные, а не просто от балды. Также можете обменять подписку на бесплатную услугу. К примеру, проводите бесплатные вебинары, там, или бесплатный разбор чего-нибудь, там, или бесплатную консультацию по фото, но в обмен на это просите подписку, то есть пишите, там, вы проведу бесплатный аудит сайта, условия, вы должны быть подписаны на мою страничку, к примеру. Это точно также позволяет увеличить количество потенциальных ваших, как и клиентов, так и подписчиков. Ну и, конечно же, в какой же соцсети может обойтись без хэштегов? Правильно, ни в какой. И ВКонтакте не исключение. Используйте хэштеги даже там. Конечно же, они должны быть релевантные. Ну и также вы можете, конечно же, использовать сервисы по автопостингу для того, чтобы запланировать кучу публикаций и не напрягаться каждый день, да, а уже заранее вы продумали контент-план, сделали автопостинг, и все будет автоматически поститься в нужное вам время. Конечно же, я не советую использовать вам сервисы накрутки. Да, вы действительно можете накрутить подписчиков, лайки, комментарии даже, да, в обмен на то, что вы тоже будете выполнять какие-то задания и так далее. Но, честно, это вообще никак не релевантно. Это будет неживая аудитория. Она вам ничего не даст и не принесет. И хуже того, алгоритмы могут отследить накрутку и тогда забанить вашу страницу. А вам это, конечно же, не нужно. Поэтому лучше потратьте и сосредоточьте свои силы, время на то, чтобы сделать релевантный, качественный контент. И вот с помощью него продвигаться в данной соцсети. Также не забывайте проводить прямые трансляции. Например, с вебинаров каких-то, с какие-то бесплатные, возможно, трансляции, с конференций. В общем, все, что угодно. Сделать это можно вот здесь, с правой стороны, где видео. Нажимаете сюда и вот здесь создать трансляцию. Здесь закрепляете обложку трансляции, прописываете всю информацию, описание, название. Выбираете отключить там комментарии, предварительный просмотр, повестить о начале трансляции. То есть выбираете все галочки, которые вам нужны. И нажимаете на кнопку сохранить. Также вы можете создать, например, статью лучшей паблики по вашей тематике. И включить туда свою группу. Конечно, понятное дело, что вы пропиарите там и чужие паблики. Но это как бы такая взаимопомощь, скажем так. Это действительно работает. Количество подписчиков значительно увеличивается. Возможно, кто-то из ваших конкурентов точно так же сможет включить вас в какую-то подобную статью. Это можно сделать, конечно же, и на платной основе, на договоренностях, на бартерной основе. Либо же просто так. Ну, это как маленькая такая идейка, как дополнительно привлечь подписчиков в вашу группу. Также не забывайте организовывать, к примеру, всевозможные флешмобы. Это также увеличивает активность посетителей, охват их и привлекает новых пользователей. Ну и, конечно, не забывайте про юмор. Как я уже говорила, эта соцсеть связана все-таки с развлечениями, для того, чтобы человек отдохнул, получил хорошее настроение. Поэтому юмор будет уместен всегда, даже если ваша компания очень солидная, очень строгая и очень серьезная. Сделайте такой раздел с юмором. Поверьте, вы от этого только выиграете. Используйте тактику рыбы прилипал. То есть, тут заключается в том, чтобы использовать имя известного крутого человека или же там крутого бренда, к примеру. Например, в музыкальной индустрии это работает так. Начинающий музыкальный коллектив записывает каверы на какой-нибудь известный хит, да, и тем самым привлекает к тебе внимание. Потому что любители известной рок-группы, к примеру, они увидят слово кавер на их песню. И, конечно, это привлечет внимание и просмотр. Ну и, соответственно, если им понравится то, как вы поете, то, скорее всего, они подпишутся на вашу группу. Также используйте ньюсджекинг. Даже если вы специализируетесь на установке пластиковых окон, к примеру, все равно это не повод пропускать такие самые горячие, остро обсуждаемые новости, трендовые новости. Обязательно их обсуждайте, не пропускайте, потому что людям это тоже интересно. Если вы будете это обсуждать в своем паблике, то, конечно, это добавит только плюсов в вашей группе. Также попросите ваших клиентов оставлять отзывы о вашем продукте или же ваших услугах. Для этого вы можете создать отдельную тему, куда все ваши клиенты будут писать свои отзывы или, возможно, даже задавать вопросы. Во-первых, это повышает доверие к вам, как поставщику услуги или же какого-то товара. Ну и, конечно же, повышает активность самой вашей группы. Также не забудьте установить на свой сайт отдельный виджет ВКонтакте. Также, если вы интернет-магазин, то я вам настоятельно рекомендую использовать функцию товары, так как это поможет вашим потенциальным покупателям сразу сделать заказ у вас, ну и вообще увидеть, что у вас есть какие-то товары, какие конкретно в наличии и по какой стоимости. Конечно же, рекомендуйте свою собственную группу во всяких пабликах или статьях в комментарии, то есть в подобной группе, в подобной статье, которая связана с вашим типом бизнеса и так далее. Обязательно указывайте рекомендации и свою ссылочку на свою группу. Не забывайте использовать чат ботов. Они реагируют на вступивших в группу, подписавшихся, отписавшихся. Также они могут отвечать на какие-то самые распространенные вопросы базовые. И так что обязательно это используйте. Это очень-очень важно и очень круто. Ну и, конечно же, используйте подкасты. Подкасты сейчас у нас в Рунете набирают огромную популярность. На Западе они уже очень давно развиты и очень популярны. И ВКонтакте появилась возможность также публиковать подкасты. Если у вас этой возможности нет, то я оставлю ссылочку в описании к этому видео, где вы можете подать заявку и после ее одобрения вы сможете публиковать свои собственные подкасты. Ну и, конечно же, обязательно добавьте адрес своей компании, время работы, телефон. Это все увеличивает охват и полезность, скажем так, вашего комьюнити. Это все можно сделать вот здесь в настройках, вот тут в адресах. Вы можете выбрать галочку «Показать карту». Кстати, это тоже огромное преимущество. И указываете место, главный адрес. Либо же добавляете адрес еще какой-нибудь один, либо редактируете, который у вас уже есть и нажимаете на кнопку «Сохранить». Ну а сейчас мы с вами перейдем ко второй части видео, в которой мы разберем непосредственно уже рекламу вашего сообщества, таргетинг ее с помощью рекламного кабинета непосредственно, как это сделать и что вообще за этим стоит. И начнем мы с того, что вообще, давайте разберем, можно рекламировать. Ведь рекламировать можно не только группу, но и личную страницу. И если вы знаете, то несколько лет назад был популярен такой способ личную страницу оформлять под бизнес-страницу, как бы делать кучу друзей, заявок и так далее. Но сейчас этот способ, он уже практически мертв, мне кажется, он уже мертв почти на 100%, потому что это очень невыгодно, бессмысленно, неудобно, и более того, вас могут просто забанить. Во-первых, сейчас создать страницу в отдельных случаях без скана паспорта того же невозможно. Во-вторых, за подозрительную активность огромную, а она у вас в любом случае будет, да, с нуля у молодых страниц их могут забанить. Во-вторых, по алгоритму могут просто считать, что вы выполняете какие-то однообразные, однотипные действия, не будут вас блокировать, 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 пока не дойдет до того, что вашу страницу просто-напросто забанят. Ну, согласитесь, это вам совершенно ни к чему. Ну и, во-вторых, зачем вообще это делать, если вы занимаетесь конкретным бизнесом, почему бы не вести просто отдельную группу или же публичную страницу. Ну, конечно же, можно еще рекламировать мероприятия, как я уже говорила ранее. Мероприятия, понятное дело, направлены на то, что вы должны знать точно дату проведения, время проведения, место проведения. Мероприятия имеют, конечно же, свойство начинать и заканчиваться. И, соответственно, если вы только открыли там какой-то свой бизнес, да, то вам лучше создать именно паблик вместо мероприятия, потому что мероприятия можно создать дополнительно, да, скажем так, там вы открываете шоурум где-то. Но делать упор только на мероприятие бессмысленно, потому что люди как бы туда набегут, да, вы привлечете туда трафик, они у вас будут, но мероприятие закончится рано или поздно. А если вы переведете непосредственно само мероприятие в группу, как я уже показывала в начале видео, то вы потеряете кучу функций, то есть получится много ограничений. И это как бы тоже не очень хорошо. Поэтому лучше, например, если у вас там магазин одежды какой-то, да, и вы открываете какой-то новый шоурум, то вы можете создать одну группу сообщества, где вы будете основную, да, публиковать информацию. И, например, если у вас там, не знаю, 20 июля, к примеру, да, открытие шоурума где-то, то создать еще дополнительное мероприятие, которое можете покрутить в рекламе, чтобы люди, пользователи знали, что вот у вас еще будет открытие там, допустим, шоурума. Конечно же, самый банальный, самый простой способ таргетинга, скажем так, и рекламы, это покупка рекламы в других раскрученных пабликах. Даже я вам уже ранее рассказывала в видео про социальную сеть, где вы можете посмотреть рейтинг сообществ, да, выбрать настройки, какие вам нужны, и посмотреть, сколько там охват, как бы. И это, конечно, хорошо, да. И даже можно за дополнительную плату просто сделать репост вашей записи, данная группа сделать его, и условия там, как обычно, там, например, вы висите какое-то определенное количество времени в топе, дальше вы сползаете вниз, и в оговоренное время ваш пост вообще может удалиться, как бы. И это, как бы, легко сделать, да, просто-просто вы договариваетесь, да, оплачиваете, все, ваш пост в рекламе. Но здесь есть ряд недостатков. Допустим, у вас есть услуги автосервиса, вы предоставляете, да, и предоставляете вы их где-нибудь там, я не знаю, в Смоленске, к примеру, да, вы выбрали офигенную группу, сообщество, которое очень активное, живое, там много подписчиков, там постоянно какая-то активность, да, купили, заказали, сделали там себе рекламу. Все как бы хорошо, но вашу рекламу увидят ведь там пользователи не только, которые живут в Смоленске, к примеру, да, ее могут увидеть и жители там, я не знаю, Москвы, Питера, даже других стран, например, Украины, Киева и так далее. И это совсем нерелевантная для вас аудитория, но как бы стоимость уже в это включена. Плюс ко всему, часть пользователей, даже которая там из Смоленск, к примеру, она, например, не имеет автомобиля вообще, то есть для нее такой рекламный пост тоже бессмысленный. Другая часть, у которых есть автомобиль, она, например, не подходит под ваши услуги, потому что они ездят, например, на каких-то отечественных машинах, а вы, допустим, оказываете услуги только по ремонту каких-то крутых иномарок или определенных иномарок, к примеру, да, и таким образом вы, получается, тратите деньги, кучу денег, да, приличную такую долю, на людей, которые вообще не являются вашей целевой аудиторией, то есть от них не будет никакого толку вам, и для них тоже как бы толку от вашей рекламы, в принципе, ноль. И именно поэтому этот способ считается как бы и дорогим, и не самым качественным, не самым эффективным. А чтобы он был эффективный, смотрите дальше, что нужно сделать. Итак, чтобы выбрать аудиторию для показа, вам нужно необходимо сначала перейти, собственно, в свой рекламный кабинет, вот здесь слева есть реклама, переходим туда и попадает в рекламный кабинет ВКонтакте. И вам нужно, конечно же, создать объявление и выбрать его формат. Здесь доступны рекламные записи, это карусель, то есть продвижение товара и услуг, несколько ссылок в объявлении используете. Можно делать запись с кнопкой, то есть она будет с призывом к действию вступить, там подписаться, купить, ну, все, что угодно. Универсальная запись будет, увеличение охвата, записи с любыми вложениями. И сбор заявок есть, реклама в историях также появилась, реклама сайта непосредственно, приложение, или же реклама в вашей личной странице. И вам нужно просто из вот этого вот многообразия выбрать то, что подходит конкретно под ваши запросы. И, допустим, вы хотите продвигать рекламное сообщество, да, и, соответственно, вам нужно выбрать вот эту нужную страницу и выбрать дальше формат изображения. Вот здесь внизу есть приложение, сообщество и внешний сайт. Выбираем, допустим, сообщество, и выбираем наше, конечно же, сообщество, и нажимаем на кнопочку продолжить. И здесь уже у нас есть формат объявления. Это изображение и текст, большое изображение, или же продвижение сообщества. Вам нужно будет ввести заголовок, описание, загрузить изображение, конечно же, выбрать тематику вашего объявления, возрастную маркировку, и при необходимости даже, ну, если, конечно, есть такая-то необходимость. И это действие как бы не должно занять много времени. Сейчас мы с вами это проделаем. Итак, прописываем все наши данные. Так, допустим, научись продвигать сайт сам. И вы можете обратить внимание, что с правой стороны вот здесь вот есть такое поле, которое показывает, как будет выглядеть ваше объявление. Так что обязательно смотрите на это. Загружаете изображение, к примеру. Здесь вот перечислены все характеристики, которым оно должно соответствовать. Выбираете файл, который вам подходит. Вот здесь можете там его растянуть как-нибудь, поставить больше по центру. Смотрите. Вот здесь с правой стороны точно так же вам показывается, как будет выглядеть ваше будущее объявление. После этого выбираете тематику. И если вам нужна возрастная маркировка, то выставляете. Если нет, то можете выбрать не указывать. И дальше вы переходите непосредственно к самому важному. Это к настройке по гео. Потому что вам нужно все-таки исключить ненужных посетителей. И нацелиться только на конкретных людей. Здесь вы можете выбрать на карте конкретную там улицу, район или станцию метро. Либо же выбрать конкретные города и регионы. Допустим, я хочу показываться по России, кроме, например, Москвы. Или же там по всей России, конкретно в Москве, за исключением какого-нибудь Подмосковья, к примеру, да, за исключением там Мытищинского района, да. То я все это выбираю. И с правой стороны, обращайте внимание, здесь как раз будет показываться ваша целевая аудитория, приблизительно, естественно, прогноз здесь будет. Вы можете выбрать как за день, так и за неделю посмотреть. Охват, который уникальные пользователи, которые смогут увидеть ваше объявление приблизительно. Приблизительное количество показов, переходов и бюджет. Все это рассчитывается на основе настроек вашего таргетинга и цены. И далее вы переходите к демографии. Вы должны точно знать, ну, приблизительно, во всяком случае, кто ваша аудитория, до начала настройки рекламных объявлений. Допустим, вы знаете, что большая часть ваших потенциальных клиентов это мужчины, да, или там у вас, к примеру, просто паблик по рыбалке, да, и, к примеру, понятное дело, что 70% это будет мужского пола, соответственно, выбирайте мужчин. Вы знаете, что там возраст, это от 20, допустим, до 50 лет, соответственно, выбираем от 20 до 50 лет и замечаем, как меняется справа, с правой стороны цитилевая аудитория, как сокращается количество приблизительных пользователей. Ну и, конечно, не забывайте, что такими настройками вы исключаете, например, женщин, которые увлекаются рыбалкой, так что будьте аккуратны с этим всем. Можете, конечно, сузить таргетинги еще по дню рождения, например, ну, это как бы такое, не самая важная настройка, скажу честно. Далее семейное положение. Я не рекомендую его использовать, в принципе, никогда, за исключением каких-то исключительных моментов, например, вы специализируетесь на продаже каких-либо товаров, связанных с праздниками, будь то, например, День всех влюбленных. Вот тогда, да, это можно использовать в других ситуациях. Не используйте его, потому что, ну, мало кто вообще ставит семейное положение вконтакте, и таким образом вы просто отсеете кучу пользователей потенциальных. Поэтому вот с этой настройкой будьте максимально осторожны и лучше практически не использовать ее. Ну, конечно, дальше вы используете интересы и поведение, например, интересуются, так, рекламой, допустим, смотрите, интересуются, например, IT-услугами, к примеру, да, и можете добавить исключения, исключая там, к примеру, услуги финансовые, ну, к примеру, кредиты для бизнеса, да, исключая эти интересы. И можно добавить здесь с правой стороны пересечения, то есть, допустим, я хочу показывать рекламу тем пользователям, которые интересуются IT-услугами, в том числе услугами для бизнеса, к примеру, то есть эти два варианта должны совпадать одновременно, при этом я исключаю тех людей, которые интересуются кредитом для бизнеса. Ну, и как обычно, с правой стороны смотрим приблизительные цифры нашей будущей аудитории. Дальше есть такое поле, как называются подписчики сообществ. Конечно, если вы будете показывать рекламу подписчикам, которые состоят в похожих, да, там, скажем, в сообществах, как ваши, или же в сообществах, которые обсуждают, реализуют подобные товары или услуги, то, конечно, отклик будет больше. Или, например, вы там, допустим, продаете заправку для картриджей, да, и вы знаете, что есть там несколько сообществ, которые связаны по принтерам, там, картриджам, краскам и так далее. Вы можете вот здесь их перечислить, и, соответственно, реклама будет показываться участникам этих сообществ. Исключить подписчиков можете конкретных сообществ, ну, и также, собственно, своего собственного сообщества, зачем они так видят вас. И активность в сообществах точно так же можете выбрать тех пользователей, которые активны в конкретных сообществах. И музыканты, ну, понятно, что это подходит не всем, если вы связаны как-то с этой индустрией музыкальной, то вот это поле как раз для вас специально подойдет. Ну, и, конечно же, приложения, сайты, если вы знаете, какими приложениями или сайтами вот здесь вот, да, пользуются ваши потенциальные подписчики, то вы можете их использовать и точно так же исключить. И, кстати, чтобы использовать эту вот функцию с сообществами, да, если вы не знаете какие-то конкретные сообщества или вы там, знаете, мало хотите расширить эту базу, то вам нужно нажать сообщество и вот здесь поиск сообществ. И вот здесь есть параметры. Вы можете сортировать по количеству участников либо же по релевантности, выбирать тип сообщества, например, я хочу только сообщества без всяких мероприятий. Выбираю тематику, например, так, бытовые услуги, тыры-пыры, а, например, веб-студии, да, и выбираю, конечно, регион, могу выбрать город и вот мне здесь показывают по релевантности все сообщества, которые есть, я их просматриваю, если они мне подходят, то возвращаюсь в рекламный кабинет и, соответственно, вот здесь вот в подписчиках сообщества ввожу нужные мне. Вот такой маленький коротенький лайфхак. Так, ну и после этого вот мы движемся дальше. Путешественники. Можете поставить тут галочку, если вам важно, чтобы пользователи ВКонтакте часто путешествуются, заходят в это приложение из-за границы, то тогда можете поставить эту галочку. Ну, как говорится, сюда могут попасть деловые люди, которые посещают зарубежье часто, да, но это как бы обширная, скажем так, аудитория, допустим, тоже. И дальше приходим к образованию и к работе. Что касается образования, то здесь нужно быть тоже очень осторожным и аккуратным, и я бы советовала, рекомендовала использовать эту функцию только в том случае, если вам важно нацелиться, например, на выпускников конкретных учебных заведений, конкретных вузов, которые, например, окончили недавно, допустим. Здесь вы выбираете, например, высшее или среднее образование, можно здесь выбрать конкретное название этого учебного заведения, год выпуска, СПО, и все. И должности. Вот с этой функцией тоже очень аккуратным нужно быть, потому что как с образованием, как с семейным положением, так и с должностью, во-первых, не все пользователи ВКонтакте указывают должность, соответственно, вы можете сильно порезать свою аудиторию, во-вторых, они могут указать нерелевантную должность, либо все должности подряд, поэтому, как бы, тут нужно быть действительно очень аккуратным, ну, если вы выбрали эту должность, то тогда вот здесь у вас есть целое перечисление, мы видим, но достаточно большое, как бы, либо вы можете начать вводить поиск должности и выбрать нужную вам. Ну, допустим, если вы продаете стоматологическое оборудование, то можете попробовать выбрать стоматолог, к примеру, это вам должно помочь, как бы, но не увидят рекламу у себя в профиле, допустим, те же самые стоматологи, которые, например, на своей странице по каким-либо причинам не указали должность, то, что они работают стоматологами, именно поэтому я и говорю, что нужно быть очень аккуратным с этим полем, но, как говорится, нужно тестировать и щупать. Далее переходим к полю ретаргетинг, аудитории ретаргетинга. Ну, конечно, вы можете показывать свои объявления вот не по всем этим параметрам, которые мы перечислили, да, а конкретной аудитории, которая как-то что-то о вас слышала, как-то с вами взаимодействовала, это так называемая теплая аудитория и отклик от нее будет лучше в разы, чем от холодной аудитории, которая о вас еще ничего не знает. Для этого вам нужно перейти вот по ссылке ретаргетинга и нужно будет создать аудиторию, вы называете ее, там, допустим, посетители сайта, к примеру, и источник, как вы ее можете получить. Ее можно получить при помощи пикселя, который вы устанавливаете на свой сайт, либо же можете загрузить из файла или же по QR-коду и сюда попадут пользователи, которые отсканировали QR-код камеры приложения ВКонтакте и можете загрузить из файла, это имеется ввиду, вы загружаете конкретно свою базу, наработанную электронные адреса или номера телефона или конкретные ID профили пользователей и уже можете как бы использовать это. Как установить пиксели, это вот здесь есть функция пиксель, нажимаете, например, создать пиксель, получаете код, который сейчас вам сгенерируется, вам нужно будет его просто скопировать и вставить на свой собственный сайт, вот, прописываете название, свой домен, тематику, вам выдается код, который вы скопируете, вставляете на свой сайт и получается у вас аудитории, после этого вот здесь будет статус отображаться, работает она или же не работает она, вот здесь QR-код, собственно, который вы можете создать, называете, ссылочку вставляете и вот здесь можно почитать подробнее о том как этот код работает, после того, как вы создадите эту аудиторию, вы можете нажать, вот здесь вот они все есть у вас, вы можете нажать сразу же в этой аудитории ремаркетинга создать объявление и вас перекинет на рекламные записи в новостной ленте, вы выбираете формат, который вам подходит и продолжаете делать объявление продолжаете создавать как бы вас вернут вот к тому что мы проходили вот здесь аудитория ремаркетинга вы, например, выбираете за исключением например посетителей сайта SEOquick к примеру я хочу только на com.ua рекламироваться вот также вы можете выбрать устройство конкретное будь то все смартфоны все планшеты или все мобильные телефоны андроиды айфоны все марки тут перечислены их операционную систему даже можно выбрать и интернет браузеры выбираете дальше для отслеживания конверсии свой пиксель например события которые вас интересуют допустим оформление подписки время показа рекламы показываете какое вы хотите например выбираете рабочие можете учитывать праздники или же это допустим в дни государственных праздников в России реклама будет показываться по расписанию к примеру воскресенье да и здесь переходите к оплате вы можете оплачивать за переходы или же оплачивать за показы ну конечно выгоднее оплачивать за переходы потому что вы непосредственно платите тогда когда пользователь перешел на вашу страницу устанавливаете максимальную цену которую вы готовы потратить и выбираете будете вы показываться вконтакте и на сайтах партнеров то есть на доверенных площадках сайтов партнеров вконтакте например всевозможные сторонние приложения на платформе вконтакте или же вы хотите рекламироваться только вконтакте и конечно же с правой стороны вы следите за тем какая у вас целевая аудитория по количеству получается и создаете рекламную кампанию новую или же наоборот выбираете существующую которая есть и нажимаете на кнопочку создать объявление ну и конечно же всегда стоит вопрос какой формат объявления рекламы выбрать как мы видели то есть их несколько и карусель и с кнопкой записи и так далее с кнопкой стоит выбирать если вам нужно конкретное действие то есть перейти на сайт подписаться и так далее карусель удобно выбирать когда вам нужно предоставить потенциальному клиенту какие-либо товары ну то есть сразу их несколько если вы интернет-магазин то это вообще прям супер это для вас или там вы доставляете пиццу к примеру вы показываете там допустим три вида ходовых пиццы очень удобно ну и конечно же у вас возникнет логичный вопрос как повысить CTR объявления и конечно здесь есть несколько функций это во-первых вы должны хорошо знать свою целевую аудиторию продумать правильно рекламу на нужную вам целевую аудиторию во-вторых прописать хорошее объявление то есть само предложение которое вы рекламируете чтобы оно было интересным уникальным чтобы она действительно зацепила они была одним из тысячи предлагаемых конечно же визуальная часть текст и заголовок и кстати используйте нашу утилиту по определению качества заголовка ссылку я конечно же я оставлю в описании которая поможет вам составить крутой и качественный заголовок для социальных сетей для seo или же для контекстной рекламы конечно же используйте привлекательные качественные изображения используйте не одно изображение тестируйте разные форматы создавайте несколько объявлений и выбирайте лучшие из них то же самое касается текста объявления заголовка объявлений а также всевозможных рекламных акций скидочек которые вы прописываете комбинируйте их между собой делайте несколько разных и выбирайте лучшие из них одно никогда не будет работать на сто процентов как вы видите то конечно основополагающим фактором является правильный выбор своей корректной целевой аудитории но все-таки не все от этого зависит самое главное самое основное самый ключ к успеху лежит в контенте в качественном его контенте в его создании вы должны быть полезны своим потенциальным клиентам и подписчикам поэтому сосредоточьте все свои усилия именно на качественном контенте если же вас интересует как продвигать и вести свои соцсети например в инстаграме или настраивать рекламу в фейсбуке то обязательно смотрите мои предыдущие ролики ссылочки я оставлю в описании и конечно же задавайте свои вопросы пишите в комментариях делали ли вы рекламу в социальных сетях в каких делали вы ее в контакте принесла ли вам она какой-то успех или же возможно вы делаете рекламу в инстаграме или же вы делали и в инстаграме и вконтакте что вам понравилось больше или лучше если у вас остались какие-либо вопросы например то задавайте их также обязательно в комментарии я отвечу на каждый из них пишите также в комментариях сервисы которые помогали вам при модерации группы возможно какие-то сервисы по отложенному постингу хорошие вы знаете ну и конечно если вам понравился этот урок то ставьте лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь на наши аудио подкасты и не забывайте вступать в нашу телеграм-группу где есть живое общение и вы можете найти также ответы на все вопросы ну и конечно же хороших вам продаж и до новых встреч